В Самаре 12 тысяч юных пациентов получили помощь в новом подразделении городской клинической стоматологической поликлиники номер один на мехзаводе. Оно работает с июня 2023 года. В нем лечатся ребята из Красноглинского района и близлежащих территорий Самары. В региональном Минздраве напомнили, что новые условия для оказания стоматологической помощи детям в поселке мехзавод созданы на базе детского поликлинического отделения городской больницы номер 7. Детское отделение обновили в 2021 году благодаря национальному проекту здравоохранения, который реализуется по решению президента России Владимира Путина. При поддержке губернатора Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по созданию современных условий для лечения детей. В пятницу 9 февраля в Самарской области отменили временные ограничения движения для автобусов, маршрутных и большегрузных транспортных средств на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Об этом сообщили в ГИБДД. В Самарской области зафиксировано почти 18 тысяч случаев острых и респираторных вирусных инфекций у взрослых и детей. По данным Роспотребнадзора, эпидемический порог по заболеваемости в регионе превышен на 24%. В ведомстве отметили, что уменьшение числа заболевших пока не наблюдается. Снижение небольшое на 0,1%. Как сообщили в Минздраве Самарской области, в поликлиниках работают 110 фильтрбоксов и 220 мобильных бригад. В семи медучреждениях развернуто 370 коек для пациентов с COVID-19. Более половины из них свободны. Вакцинацию от коронавируса прошли около 53 тысяч жителей региона, уточнили в министерстве. Главное правило безопасности – позаботиться о том, чтобы личные данные абонента не попали в базу злоумышленников. Об этом напоминает региональные Минцифры. Чтобы личные данные остались конфиденциальными, не нужно передавать их третьим лицам, оставлять на сомнительных сайтах. Важно минимизировать работу в публичных интернет-сетях. Пароли на сайтах и в социальных сетях должны быть сложными. Кроме того, сейчас существуют приложения, распознающие вредоносные номера. Если входящий звонок определяется как спам или просто сомнительный, не нужно брать трубку и тем более перезванивать. Номера абонентов, которые игнорируют звонки из сомнительных номеров, с большей вероятностью могут быть исключены из баз злоумышленников. Эксперты рекомендуют защитить сим-карту пин-кодом. Если телефон будет утерян, злоумышленникам будет сложнее получить доступ к карте и телефонному номеру. Подать жалобу на спам и другие нежелательные звонки можно в федеральную антимонопольную службу. С 9 по 11 февраля сотрудники госавтоинспекции Самарской области проведут повсеместные проверочные мероприятия. Об этом сообщили в региональном главном управлении МВД. Особое внимание будет уделено автомобилистам, допускающим управление транспортом в состоянии опьянения, пояснили в ведомстве. Всех участников дорожного движения призывают к ответственному поведению на проезжей части. Сервис поиска работы провел исследование влияния появления ребенка у женщины на ее профессиональную деятельность. 19% россиянок продолжили заниматься карьерой. Сосредоточились на материнстве, а не на трудовой деятельности. 24% опрошенных. При этом только 5% респонденток удалось получить повышение в должности после выхода из отпуска по уходу за ребенком. 26% женщин после декрета возвращаются на прежнее место работы, а 43% мам находят новую работу. В период декретного отпуска россиянки стали чаще использовать для поиска работы. Четверть из них предпочла вернуться к работе через полтора года после рождения ребенка. 17% матерей готовы вернуться к трудовой деятельности уже через год. Мнения работы дателей относительно работниц матерей разделились. 51% из них считает, что рождение ребенка не отражается на карьере женщины. При этом около 25% работы дателей все же уверены, что строить карьеру женщине лучше до появления детей. Наступивший 24-й год уже устанавливает свои тренды в моде, привнося в идеи обновление гардероба свои изыски. Специалисты посоветовали присмотреться к одежде из эко-кожи. По их мнению, подобный материал придаст образу яркости. При этом не надо забывать и про аксессуары, например, перчатки или сумки. Кроме того, трендовыми станут различные украшения. Так представители модного дома порекомендовали обратить внимание на изделия из жемчуга. Аккуратные цепочки, серьги, кафы и кольца. В образе 24-го года упоминают и носки. Можно носить любые модели, от классических белых до цветных, и вариантов с принтами. Кроме того, их можно сочетать с туфлями и балетками, которые сейчас, по мнению фэшн-профессионалов, особенно актуальны. Офисный дресс-код можно разнообразить очками с прозрачными и цветными линзами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова